Хочу заглянуть немного вперед. Я знаю, что вы говорили о том, что сконцентрированы только лишь на матче с Манчестер Юнайтед. Сейчас вас ждет очень напряженный график. После Юнайтед вы играете против Лестера, затем против Чилси и против Сити. И это при том, что до зоны вылета всего лишь два очка. Насколько сильное давление вы чувствуете на данный момент? Ну, знаете, давление... Вся моя жизнь — это давление. Я испытываю давление все время. И я могу сказать, что мне это нравится. Мне кажется, что я выбрал эту работу именно поэтому. Не могу сказать, что это давление делает меня счастливым. Но я чувствую себя живым. Я чувствую себя живым в такие моменты. В моменты таких дуэлей. В моменты, когда я играю против сильных команд. И мою команду считают андердогом. В такие моменты мои футболисты должны показать свой характер и выступить как можно лучше. Вы часто говорите о том, что хотите сыграть на ноль. Сейчас у Манчестер Юнайтед большие проблемы в защите. Значит ли это, что вы сконцентрируетесь на атаке и будете постоянно давить на них в вашем матче? Смотрите, я очень часто говорю о сухих воротах. Все это потому, что мне нравится не пропускать. Но если мы выиграем со счетом 2-1, меня это устроит. Вам уже задавали вопрос о вашем напряженном графике. Также было сказано, что на вас возлагается большое давление. Лично я считаю, что перед предстоящим матчем все давление лежит на Манчестер Юнайтед. Что скажете по этому поводу? На ком лежит большая ответственность? Даже не знаю. Как я уже сказал, я всегда ощущаю давление. Потому что нам нужно брать очки. А чтобы брать их, мы должны бороться. Бороться на протяжении всего матча. На нас тоже лежит большая ответственность. Потому что мы находимся очень низко в турнирной таблице. Мы должны набирать очки, чтобы подняться. Еще один вопрос касательно Криштиану Роналду. Все очень радовались его возвращению в АПЛ. Сейчас ему 36, но он забивает практически в каждом матче. Хотелось бы узнать, что вы думаете о Криштиану и о всех рекордах, которые он устанавливает. Криштиану это один из лучших футболистов в мире. И я считаю, что он очень хорошо влияет на футбол в целом. Потому что многие молодые футболисты ориентируются на него. Они берут за пример лучших футболистов планеты. И это очень хорошо сказывается на спорте. Сейчас многие специалисты говорят о том, что наличие Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед делает работу Сульшера сложнее. Потому что такого игрока, как Роналду, сложно оставить в запасе. Вы бы отказались от такого игрока, как Роналду. Нет, нет, нет. Давайте мне Роналду. Дайте его в мою команду. Пожалуйста. Для меня бы это не было проблемой. Я дал бы ему играть в каждом матче. И последний, очень важный вопрос. Кого вы считаете лучшим? Роналду или Месси? А почему я должен выбирать? Давайте мне обоих. Возьму каждого. И будьте уверены, они оба будут играть в основе. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики.